Значит, был Босх, который на нашем канале произвел фурор по просмотрам. В смысле, по нашим записям, по нашим меркам фурор. Никто не знал, что Босх, а он на самом деле босс, никто не знал, что настолько интересен людям. Честно говоря, я был уверен, что скорее Сулядор Дали, Фрида Калу будут, но окей. Следующий у нас будет вообще потрясающий, не сегодняшний, а следующий. А сегодня у нас, на мой взгляд, потрясающий живописец, на мой взгляд. То есть, ну, в смысле, как потрясающий, не в истории живописи, но просто очень-очень хорошая живопись у него, на мой взгляд. Я наделал свою самую социореалистическую рубашку, которая только у меня была. Ты, мы все видим, в московском интерьере сидишь, да? Ты же в Москву переехал. Да, да, да. Поменялось. Как там собачка Женя, кстати? Вот здесь, не думаю. Покажешь ее? Ждет, слушает. Ждет, покажешь ее нам? Мы теперь хотим, мы хотим всегда теперь видеть ее в начале каждого выпуска. Да, обязательно. Теперь там уже московская, столичная штучка. Женя, 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 привет. Женя, Женя. О, Женя, Женя, Женя. Евгения, Евгеника, Женя. Всем привет. Женщик, собачка, цуцик, цуцик. Вот московская штучка. Растет по чуть-чуть. Она любит всю эту эстетику, да? Уже 2,200 весит. Эстетику любит, конечно. Хотя мы сегодня, наверное, будем говорить про московскую анти-эстетику. Соцреализм это же во многом антиэстетический вид искусства. Ну это, блин, ну это же не закатанное говно в банке. Вот это антиэстетика. Или как? Ну да, в другом смысле антиэстетика. То есть не та, которая говорит, что мы против красоты, да, а которая говорит, что красота это не то, что вы думаете. Ну то есть у нас сейчас покажем мы красоту, которая актуальна, которая вот сейчас нужна людям и которая принесет всем пользу. Вот в этом смысле соцреализм, конечно, был антиэстетикой. Потому что когда мы на первое место ставим не эстетические категории, а этические, да, там, или как говорили коммунисты, какие-нибудь там революционно-дидактические, диалектические, то тогда получается, что у нас, ну, приходится говорить о том, что какие-то художественные ценности уходят на второй план. И в случае сброски... В случае сброски, они должны бы быть эстетическими, но они как-то раз и переросли в этическую сферу. Может быть, потому что их делают люди, не имеющие никакого образования, художественного образования. Ну, они же там совершили очень важный такой вредоносный переход, который сразу всю эстетику схлопнул. Они сказали, что нету объективных критериев красоты. Да, вот где-то примерно в 20-м веке... И все, эстетика в этом смысле, то есть они, ну, как сказать, ну, враждебную позицию по отношению к эстетике занимают, да, ну, говоря, что ее нету. То есть они-то говорят, что ее нету, но получается, что занимают враждебную позицию. Ну, да, ну, то есть если я сложил там два куска палки и приклеил к ним какашку, да, то это некрасиво и неуродливо. Это какие-то определенные чувства вызывают у одного человека, у второго человека другие чувства. И вот современное искусство в понимании вот этих, да, новых, модерновых, супер каких-то модерновых, метамодерновых авторов, это и есть... Метамодерновых, да, да, да. Метамодерн, напомню, для исследователей логической сути философии метамодерн – это то, чего не существует. То есть откуда появился метамодерн? Когда был постмодерн, некоторые люди почесали свои этические репы и сказали, а как же искренность? Почему постмодерн не говорит про искренность? Мы будем говорить про искренность. И началась эра новой искренности. Вот мы живем в эту эпоху. Ну, и новая искренность, новая этика, да, и новая этика, например, очень будет бережливо относиться к тем или иным художникам и уж точно не посмеет себе кого-то называть плохим, там, скажем, рисовальщиком, да, или там кого-то называть менее значительным, чем другой, да. Ну вот все эти сравнения, конечно, этика новая, она избегает, она признает ценность каждого отдельного субъекта, да, и ценность переживаний каждого субъекта, кем бы этот субъект ни был. Ну, то есть мы живем в эпоху уникальных снежинок, сплошные миллиарды уникальных снежинок живут на планете. Ну, можно и так назвать, и, конечно, наш курс живописной философии, он, мне кажется, максимально избавлен от вот этого влияния, точнее, этого влияния никогда не было в нем, и всех авторов, которые мы берем, по крайней мере, мы надеемся, будут ценить и через, там, 200-300 лет, потому что... Кроме Сидния Поллока и Вагина Цветочные Бабы. А Марка Ротков, почему-то ты не вспоминаешь. А-а-а, блин, да. Ну, у него там что-то было красиво вымазанное, ну, в общем, да. Его еще так красиво зовут, но это и все, да. Ну, там был у него период экспрессионизма, ну, короче, с бабой вагинообразной я не согласен, это имеется в виду Джорджа Акиф. Мне кажется, что она не тот случай претензиозного искусства и вот этого вот всего того, что разрушает привычную устоявшуюся аристократическую эстетику, да, и годами складывающаяся еще, начиная с Джота, да, и с раннего возрождения живопись и ее стандарты. Ну, вот Советский Союз, соцреализм, это та система, даже я бы сказал, не критериев искусства, а вообще критериев культуры, критериев мировоззрения, которая была придумана и положена в основу, и пропагандировалась, и неукоснительно следовалась с некоторых пор. Она, конечно, большой вклад внесла в то, чтобы вот это привычное классическое понимание красоты подчистить и совершенно новое миру явить. И художник, который у нас сегодня в гостях, Исаак Бродский, это, возможно, человек, который был одним из первых, ну, его иногда называют прям первым соцреалистом известным, и, возможно, это был главный соцреалист, именно с точки зрения вот этого, именно в части реалистической трактовки соцреализма, да, потому что у нас был, например, Дейнека, Дейнека тоже соцреалист, и тоже очень значительный, такая глыба советского искусства, но Дейнека — это все-таки классицизм, романтизм, какая-то мифология, образность, совершенно особенная иносказательность, да, в этом плане он неконкретен, и поэтому, ну, не совсем стандартен. А если мы будем говорить о таком классическом, кабинетном, понятном, народном, массовом искусстве, то, конечно, Исаак Бродский там в самых первых рядах, и если мы сегодня проходим его, то я думаю, что больше никого такого мы брать не будем, потому что всю эту тему мы сразу целиком вот за один выпуск и сможем исследовать. То есть, если Джорджи Акиф — это типичная истеричка, то когда мы говорим про новую этику, метамодерн и так далее, мы говорим про капиталистичек, а Исаак Бродский — это социалистичка. — Ну, можно и так его назвать, интересное понятие. То есть, социалистическая истеричка? — Я не уверен, что это истеричка, это какая-то вот отдельная социалистичка. — Угу. Его также называют зачинателем Ленинианы в изобразительном искусстве, хотя у него не так много там что-то в районе 6-7 работ с изображением вождя мировой революции. — Комиксов в жизни вождя. — Ну да. Ну вот все-таки есть у него и такой статус. Итак, Исаак Израилевич Бродский 6 января по новому стилю родился в 1884 году. Мы, как обычно, будем про биографию, и я буду показывать картины, естественно, будем анализировать все, как обычно в живописной философии, к чему вы привыкли. А если первый раз смотрите, то обязательно привыкнете в последующем. Ну и последние выпуски мы говорим о том, что художники, они появлялись на свет не просто в какие-то годы, в какие-то цифры, а еще и пытаемся сопоставить их жизнь с днями рождения, с годами рождения других художников и каких-то великих событий, которые происходили в эти годы. Так вот, у нас другая, великая, ну как другая, все-таки Бродский в мировом значении, это отнюдь не икона, никакая не легенда, да, но есть у нас Пикассо, в 81-м году родившийся, на три года старше Бродского, и есть Шагал на три года позже Бродского родившийся, и вот как раз между ними получается наш сегодняшний персонаж, то есть между таким авангардистом, синтетистом, попробовавшим вообще все и по-всякому и везде преуспевшим Пикассо и другим синтетистом, да, но тоже русско-еврейского происхождения Шагалом и вот такой вот замечательный соцсериалист. На первый год живописной философии у нас мы выбирали персонажей по неделям рождения, и Бродский проиграл Гюставу Доре, это было в далеком январе 2022 года. Пой был мощный, затяжной, но в итоге Доре одолел Бродского. Нет, вообще не мощный. На всякий случай поясняю. А, кстати, 84-го же года рождения у нас Серебрякова. Художница, которая не была, которую ты очень любишь и все ждешь, когда, ну вот когда-то мы обязательно... Я обожаю Серебрякову, а если говорить про соцреализм, еще обожаю Татьяну Яблонскую. В 84-м году происходят важные мировые события. Например, в Берлине происходит конференция, которая утверждает принцип эффективной оккупации Африки, так называемой. Это принцип, который говорил о том, что страны, которые могут и сколько могут себе земель забрать, столько должны забирать, использовать как хотеть, и ни в чем себе не отказывать, грубо говоря. И после вот этой конференции, буквально за 10 лет вся Африка превратилась в колониальную такую вот территорию. Только две страны остались свободны. Это Либерия, что в ее названии... Что, собственно, да. И Эфиопия. То есть в Либерии были перформансы, а в Эфиопии православие. Да, православие, еще там не негроидная раса, что многие забыли... Но они православные, они относятся к православной церкви же. Ну да. Но там еще и коптская, я знаю, церковь. Копты. Но это Египет уже, нет? По-моему, на территории Эфиопии тоже присутствуют последователи этой веры. Ну вообще, Эфиопия такая интересная и в других отношениях, страна, выделяющаяся на фоне всех остальных, но это, конечно, другая тема. Дальше, в 84-м году у нас ожесточается франко-китайская борьба за Северный Вьетнам. Ну прям-таки войны там были целые между этими двумя государствами. Во Франции наконец-то легализованы профсоюзы, то, без чего мы современную Францию представить не можем, а это только произошло вот чуть больше, чем 100 лет назад. В США основан американский клуб собаководства в 84-м году. У кого какие проблемы? У Африку захватили. Там европейцы захватывают Африку. А есть какие-то американские породы, кстати, собак? Что-то я не уверен. Ну как, а кокер-спани или американский? Американский, да, американский кокер-спани. Ну и по-любому еще какие-то. Вот. Ну, да, видите, у кого какие проблемы и в права собак и в Америке, а в права людей во Франции, ну а в России... Американский стафарширский терьер. То есть не только африку, а еще и американский. Аляскинский маламут. Ну все, короче, много их там. Американский питбультерьер. Американский булли, американский... А, американский бульдог. Помнишь, Том и Джерри? Это же американский бульдог, вот эта собака. Они применялись в 50-е, в 60-е полиции. Очень злые псы такие, крупные, очень мощные. Да, все. Ну и почувствуйте разницу, что в России в это время произошло, а был основан Шамардинский монастырь. Может быть, его название не столь на слуху, но его можно назвать женским таким вариантом Оптиной пустыни, потому что недалеко от нее был основан, собственно, Оптинским... Я забыл, как старцы звали. Знаменитый Амбросий Оптинский, по-моему. И тоже в Калужской области. И все это замечательно нам подводит черту под тем, что такое 84-й год в истории человечества. Бродский появился на свет в селе Софиевка. Бродский — это Америка, да? Почему? Его вывели. Нет, ну я имею в виду, что человек духовный, духовно скрепный. Он не захватывал Африку, не захватывал. Он не выводил злых собак, злых кокерспанелей в Америке. Значит, он родился в России, значит, где-то рядом с монастырями. Там в этой России все в куполах, правда же, золотых? Ну да. А тут еще и... В колокольном цепоне. Таврическая губерния — это особая купольная область, да? И тогда в нее входили не только территории Крыма, Крымского полуострова, в Таврическую губернию, но еще и Запорожье, вот это Приазовье и некоторые более северные территории. Ну, конкретно село Софиевка — это ныне Бердянский район Запорожской области. Какой-то некий маэстро что-то говорил про это. Тот самый Бердянск. Даже более того, уже в младенчестве, ну, в малом таком возрасте Бородский переедет из села Софиевку именно в город Бердянский. Вообще он самый известный уроженец этого города. Да. Ну, по имени и отчеству вы догадались, что его семья... по национальности евреи. Так сказать. Да. Отец был торговцем, землевладельцем, купцом второй гильдии. Где-то пишут, что он был совершенно, там, чуть ли не нищий, но какие-то такие у него статусы, которые предполагают, что все-таки какой-то определенный достаток имелся. и даже вот такой факт, что родители, заметив творческие способности, у Бродского сразу задумали произвести из него архитектора, потому что эта профессия очень прибыльная и уважаемая. И... собирался становиться архитектором по научению родителей. Родителей в 12 лет он закончил Бердянское городское училище и поступил в Одесское художественное училище. На... Там, наверное, архитекторского курса не было, но, в общем, с намерением стать именно вот этим специалистом. Одесское художественное училище это не просто какое-то мистическое районное заведение, это, вообще-то, альмаматор таких людей, как Василий Кандинский, Леонид Пастернак и Давид Бурлюк, ну, и куча всяких других менее звучных имен. В 1902 году после шести лет в Одесском художественном училище он долго имея такое желание, все-таки смог перевестись в высшее художественное училище при Императорской Академии Художеств в Санкт-Петербурге. Естественно, ему для этого пришлось совершить дальнюю поездку, но что интересно, принят он туда был без вступительных экзаменов, и это нам говорит о том, что, скорее всего, после шести лет в Одесском художественном училище его мастерство было очень-очень высоким для своего возраста. Я когда говорю, что Бродский мне нравится как живописец, я не шучу по поводу Иосифа Бродского, что, дескать, он лучше живописец, чем поэт, хотя я его страшно не люблю как поэта. Я имею в виду этого Бродского, который реально мне нравится как живописец. Я считаю, что он просто охренительного, как сказать, полета живописец. Сейчас посмотрим, поспорим. Поспорим? Может быть. Мне кажется, да. То есть, 18 лет он покидает Одессу, покидает Бердянск. То есть, с вопросом, наверное, ну, зачем мне Бердянск, да? да. Вот, и едет в Санкт-Петербург. Ну, и это самое высшее художественное училище, это то самое, которое существовало с 93-го года после реформы Академии художеств, той самой реформы, которую затеяли передвижники, которые, собственно, под себя вот это самое художественное училище и выделили, сделали как отделение при Императорской Академии художеств. В самой Императорской Академии никто обучаться уже не хотел, потому что, ну, все, академические стандарты уже интересны каким-то там уж совсем старомодным пузатым дяденькам и тетенькам, а все молодые художники шли поступать вот в это художественное училище, которое позднее при советской власти будет называться ВХУТЕИН, да, художественное технический институт потом. Ну, ВХУТЕМАС это мастерские, они, там, короче, чуть запутанная история, но, в общем, ВХУТЕИНом назывался после ВХУ, вот этот вот, вот этот вот вуз, да, а ныне это называется Санкт-Петербургская Академия Художеств имени Репина, там уже все разделения пропали и все это иди. То есть, Репинга, Репинга, учреждение, да, Репинга сокращенно. Репинга очень мощный, очень мощный вуз. Я своего младшего сына уговариваю туда ехать поступать, графику, но он что-то ленится, не знаю. А считается ли оно академическим? Ну, так называют его сейчас, что это академическое художественное учреждение. Типа Академия? Ну, да, ну, то есть, что там дают академическое образование. Ну, да, вроде как, да. Так, а во всех, подожди, а в российских, если я правильно понимаю, во всех вот этих высших учебных заведениях художественных, там дают академическое образование? Ага, ну да. То есть, так вот ты учился, я почему у тебя спрашиваю, такое слово в ходу, да, среди преподавателей? В ходу, да, мы это и называли, что нас учат академизму, да, да, да. Понял. Ну, собственно говоря, к Репину и попал Бродский, и самому известному художнику страны на тот момент, то есть, в начале 20 века Репина называли не просто художником номер один, то есть, он у Репина учился, Репин там преподавал? Да, конечно. Ну, опять же, Репин мастер просто вот какого-то нереального масштаба, я не люблю его, но это же не означает, что он плохой мастер, точно. Да, Репина тогда называли не просто лучшим среди ныне живущих, а вообще за всю историю русской живописи Репин был непререкаемым человеком номер один. Ну, да, ну, да. Вот так тогда считалось, сейчас может еще, не может, сейчас точно с этим поспорят, и много есть альтернативных кандидатур, но там я... Две палки и кусок говна, да, там прилепили и сказали, ну, не знаю, Репин мне не очень зашел. Не, ну, даже среди нормальных искусствоведов... Просто мы постоянно в художественном училище изучали учебные работы Репина, и это было что-то сногсшибательное просто. А это, рисунок, обнаженка. Это было нереально круто. Это мастер какого-то, сверхполета, вот так. Ну, не лучше же Рембрандта или Дюрера? А может и лучше. Ну, то есть, ну, да, это выполнено просто, ну, я не знаю, хочешь я найду и продемонстрирую? Я попробую. только ты разговаривай, потому что я не скоро найду. Ну, да, к Репину Бродский попал, и был, чему был очень рад. Хотя Репин в своем художественном методе, в своих темах, которые он в картинах приводил, безнадежно отставал, да, все-таки мы уже говорим о том, что в конце нулевых у нас там уже кубизм появляется в Европе, а десятые годы это уже футуризм, и все вот это передвижническое реалистическое искусство, оно стремительно устаревало, а Репин все продолжал это лепить, и даже его ученики понимали, что все-таки несмотря на то, что это гениальный мастер и хороший очень преподаватель, он вот показывает. Смотри, видишь? Ну, да. Это вот самый знаменитый кстати, я его обнажил. А, ну все, дальше не будет. Ну, короче, их много вот таких, но это очень хорошо. Что там еще? Надо как-то крупнее. Что-то мелко у тебя. Короче, ладно, в общем, я завяз. Самого Репина у нас при этом еще не было, но мы его вот так решили. Такой маленький трейлер совсем. Трех секунд. Спойлер. Или спойлер. Ну, в следующий раз не он и в последующий тоже не он. Что ждите, ждите Репина. Когда будет, тогда будет. Да, но при этом Бродский, он тоже старался, чтобы у него, его талант не скис под влиянием старомодного мастера. И ему это, в общем-то, удалось, потому что он, наоборот, загорелся передовой зарубежной живописью. он создал какой-то такой свой собственный метод, который сейчас не вполне очевиден, но тогда говорили, что Бродский узнаваем среди других учеников Репина, и о нем говорили взрослые всякие там преподаватели и ценители живописи, и некоторых, например, учеников однокурсников Бродского ругали за то, что они подражают Исааку, и сейчас я кое-что покажу. Но самая первая работа, она еще 03 года, то есть первого года обучения в, как ты сказал, Репинке. Вот, пожалуйста, Исаак Бродский, 1903 год. Такая милая тюдик, ничего такого, конечно, я не вижу, но ничего так. И потом сразу уже портрет матери с сестрой. Нифига себе, это сколько ему лет? 21. Ну, это хорошо, это прямо очень хорошо. Слушай, какое у сестры еврейское лицо, да, такое ярко выраженное прямо. По матери по глазам видно, больше не видно, а у сестры прям врубелевское такое, да, вот у него они похожи были. Врубелевские демоны, ангелы. И это тот мой любимый и ценимый многими портретный вид, что ли, портретный жанр рубежа 19-20 веков, который, наверное, на самую вершину поднял, серов, да, Валентин серов. И серов, и перов, помнишь, у него же тоже вот в стиле перовские, перовские портреты. Ну, перовские, мне кажется, они очень грузные, они такие. Есть, есть такое, все, я понял, о чем ты говоришь. Просто я имею в виду технику, я сейчас про технику, я хотел сказать, что вот это, вот это мы сейчас и учат. Вот это есть академизм. Ну, вот здесь есть серовская легкость. Есть, есть, все, я согласен, да, вот воздушность такая есть. Воздушность, которая еще и решена в таких тонах, вроде бы не красочных, да, не живописных, там, типа серый, черный, но они создают впечатление такой очень нежной, нежной жизни. Ага, ну, как будто бы нежное отношение его к ним, да? Да, очень нежное, но они тут друг другу все-таки обнимаются, да, но при этом не создается впечатление. Я сейчас понял, как тяжело им позировать было. Я понял, почему у матери такое вымученное лицо. Ну, это же очень тяжело так сидеть. Ну, наверное, да. Они же там, это же не полчаса сидят, я не знаю, часов восемь надо просидеть так. Ну, можно для наброска, для рисунка быстрее посидеть. Посидеть можно, пока так сидишь. Ладно. Но, в основном, конечно, пейзажи, пейзажи один за другим. Я в восторге, я в восторге от пейзажа, я вот от этого вот весеннего, как раз вот этой легкости в полном восторге. Угу, что очень раздражало Репина, он говорил, давай бахай жанр, давай бахай какие-нибудь там исторические сцены, давай... Бродский, ты запарил, жанр бахай. Да. Ну, потому что я в пейзажах как-то не особо волоку, себя научить ничего не смогу. Я в пейзажах не очень. Да. Ну, может, так напрямую... Сказать, я в пейзажах не очень. Может быть, напрямую не говорил, но как мы, вот, преподаватель, да, его ученик совершенно другое делает. Тут и подсказать ему, наверное, сложно было. Да и по технике, да, по, так сказать, гамме, по духу эти картины, конечно, совсем не репинские. Вот особенно последняя, которая называется «К весне». И вот ту, которую... А она похожа на Левитанщину или не похожа? Ну, мне кажется, похожа. То есть, в этом смысле Бродский, он близок к Левитану. Хотя, я напоминаю, что Левитан уже к этим годам был мертв. Это художник все-таки конца девятнадцатого века. Левитан, но был бы жив, да, да вот рано довольно-таки умер. И того же ноль шестого года есть произведение «На даче». Я опять в восторге. Ну, это очень круто. Ну, это очень хорошо. Причем, такой свой стиль с этими веточками ажурными, которые он как паутинки так вот делает. Ну, и эти ажурные резьба на доме. Это очень мило. Мне душа прям радуется такое смотреть. Все, я хочу такой дом, такой сад. Все. Все. Собственно говоря, ты сказал вот то ключевое слово ажурность. Ага. Это первый признак, первая такая черта, по которому узнают работа раннего Бродского. Потом, к сожалению... В соцреализме ажура не будет. Да, естественно. Секса у нас нет. Как мы знаем, да, в Советском Союзе не было не только секса, но и ажура. Да, не было. Это же порицалось, помнишь, этот... Жил такой парень по Шукшину, помнишь фильм с Куравлевым? Нет. Когда там какая-то женщина с ним едет, такая, прогрессивных взглядов, говорит, ну, сколько эти можно эти мещанские салфеточки, эти слоники. Ведь можно же создать современную, красивую, там, минималистическую мебель, интерьер какой-то. Она там за Икею, короче, ратовала. За скандинавский стиль. А, да, да, она такая нордическая была женщина, девушка. А вот здесь еще я пытаюсь вернуться к первой работе, еще ажурности нет, но здесь, соответственно, тоже паутинковости. И в цветах, и в цветах, обрати внимание, что здесь вот на веточках и в траве, что здесь в воде есть некоторое такое окисление, что ли, почти экспрессионистское. Вот еще чуть-чуть. И еще почти импрессионистское кое-что есть. И в траве почти. А что ты, про какое ты окисление говоришь? Что ты имеешь в виду еще раз? Вот как будто бы накапали этим проявителем, да, на фотопленку или что? Ну, как будто взяли такой ядерный цвет, не существующий в природе. А, ты вот про что. Я думал, ты вот наверху, я имел в виду веточки, где ажурность, там как будто накапали. Все, окисление в смысле кислотный цвет, да? Ну, тут как будто накапали тоже. Да, 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 кислотный цвет. А еще тут классное решение, и оно точно импрессионистское, по крайней мере, импрессионисты это выдумали, потому что фигура художника здесь спрятана за стволом. Да, он пишет. Это, короче, это уже опять этот наш недавний Веласкес. Минины такие. Да, такие мининки. Припрятанные минины. А знаешь, от кого он спрятался? От Репина. А Репин такой, я тебя вижу. Я напомню, что, почему я импрессионистов тут привожу, именно они сказали, что, ну, и, собственно, они сделали, в первую очередь, они больше делали, чем говорили, что, например, какой-то человек, он может быть обрезан, да, или не виден полностью на картине, и если мы пишем композицию, то эта композиция не обязательно должна быть правильная. То есть, в правильной композиции дерево тоже не обрезается. Оно должно чуть там правее находиться. Ну, и дом здесь как-то, вот, и у него очень интересная часть вот здесь, которая должна быть справа, да, то есть, тут как бы чуть-чуть совсем видно крылечко, почему бы не показать крылечко больше? Да, в этом, это есть такая, какая-то парижность в этом есть. Да, вроде как там больше должно быть сюжетности, плюс непонятно, что здесь на столе. Завтрак на Мане. Да. Или завтрак на столе. и тогда вам добавлю вот такое, и тут сразу, опа, а что это такое? Это иллюстрация к журналу Леший, называется Устало. Устало? Устало. Кто устало, я не знаю. Устало, может, страна устала. Нет, а это что, страна? Станет понятнее, может быть, когда я скажу такой важный биографический факт. в том самом 05-м году, в котором портрет матери и сестры сделан, не только учился Бродский, но еще и участвовал в событиях 1905-го года, в демонстрациях. И вот за участие в протестах его исключили из Академии художеств, и он очень долго пытался поступить еще раз, даже был согласен проходить вступительные испытания, хотя первый раз он этого не делал. И только благодаря Репину, который настоял на том, чтобы этого ученика вернули и просили, он смог обратно зачислиться. А так, его молодой дух был очень захвачен всеми этими событиями, в частности, он делал карикатуры во всяких журналах. Это одна из них, я больше не нашел, может быть, не сохранилась. Ну, может быть, здесь имеется в виду, что устала страна, царизма, хотя тут я не просматриваю каких-то признаков того или иного строя политического. Ну да. Просто сидит скелет, как бы уставший. На каком-то сказочном красивом фоне. А, там крест еще, да, стоит? Ну да, ну крест, ну и что. И при этом опять-таки снова ажурненько. Очень ажурненько, вполне. То есть, и вот внизу эти веточки, прям японские веточки внизу, да, эти сосны карликовые. Левитанщина опять ажурная, только иначе. А, нет, не иначе, даже вот сверху те же веточки. Репин в ужасе, короче, да? да, он еще продолжает обучаться в академии, но еще 07-й год, ему 23-й год. говорит, да ты запарил. Что ты тут рисуешь какие-то просторы непонятные. Кстати, как-то непонятно, вода там вдалеке заворачивается, как-то немножко в стиле бабушки Мозус. Репин говорит, да не твое это, сбрось, ты видишь, у тебя все не так. Вода какая-то как горка идет. Ну да, Бродский скорее забудь эту бабушку. Бабушка Бродский. А то будешь как твой брат, Иосиф. Не пришел. но Илья Ефимович, а вот это что скажете? Он такой, ну вот фон убрать, а что за прерафаэлизм? Да, да. Это, кстати, жена. Первая жена Бродского. А она еврейка? Ну да. Волос черен. Расположена на некой террасе. И мы видим, что тут все в духе вот этого викторианского мраморного академизма конца 19 века. Мы его проходили на Годварде. Есть еще тотема, такой знаменитый автор. И если бы не русский пейзаж вдали, то это был бы чистейшей воды вот тот академизм, который уже и не репинский, и заморский, за законтинентальный даже, потому что... Не, ну как не академизм, там что-то такое вот с водой происходит, что-то очень тоже импрессионистское такое. Справа от льва. Ну да, как бы это какой-то такой получается мраморный импрессионизм, что ли. Импрессионистский прерафаэлитизм, как ты его назвал. Что-то вот такое, да, что-то вот такое, да, импрессионистский прерафаэлизм, что-то, блин. То есть довольно-таки креативная работа, даже, я бы сказал, экспериментаторская. Есть еще один портрет Эл-Эм Бродской. Вот это я уже видел раньше. Который явно находится не без влияния... Это кто, жена? Да. Я бы не без влияния друга Бродского, Кустодьева. Ага, 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 да, 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 да. Который и больших женщин любил, и вот такие наряды всяческие пышные. Любил все смачное, вот как здесь. Писточное. Ну, опять же, Бродского и ученика Академии художеств, ученика передвижнического класса выдает вот этот пейзаж, пейзажец. Пейзажец, кстати говоря, к фигуре как-то не имеет отношения, потому что сама фигура вообще в стиле модерн, по-моему, уже сделана. Да, тут если получилось у него соединить все это в единое пространство, то здесь, конечно, спорно уже то, что мы видим. Вот так. А вот тёплый день, это последняя картина, которую я покажу из раннего цикла. Она вроде как непримечательна и не вызывает у тебя восторга, как я слышу. Ну, мне хочется там оказаться, но, конечно, она просто не такая, она американская, кстати. Ну, что-то так. Вот эта хопперовщина такая вот минималистичная, что ли. Тёплый день это картина, за которую Бродский получил большую золотую медаль и получил право помимо на заграничную командировку, но это тоже было не исключительным каким-то правом. Такая была система, такая была традиция. И он этим правом воспользовался, отправился он в Италию, во Францию, в Великобританию, в Испанию, в Германию. Как-то даже чересчур много он стран посетил, потому что обычно одну-две как-то посещали художники, выпускники нашей Академии художеств и обратно. И его как-то так сильно завлекло, и работы, которые он привозил, посылал на родину, так сильно нравились преподавателям Академии художеств, что они ему эту командировку даже продлили. И дали дополнительную командировку, в рамках которой он гостил, например, у Горького на острове Капри, где с ним завел довольно тесное... Все модные тусили друг с другом, я смотрю. Довольно модно тусили. И далее мы покидаем раннего Бродского, но еще все еще остаемся в дореволюционном Исааке Израилевиче, поэтому еще сохраняем его как свободного автора, да, и теперь будем на его картины сделанные в командировке смотреть и по возвращении. Значит, командировки это девятый, одиннадцатый год, почти на три года они растянулись и зимняя лунная ночь, может быть, ну, скорее всего, да, там православная церковь, скорее всего, по русскому сюжету. А где ты ведешь? А вот. Сейчас. Вот. А, точно. А так все опять ажурненько, в каком-то очень своем уже стиле, который явно вырабатывается назло Илье Ефимычу. И вот за эти три года и за время пребывания вдали, да, от всех этих наших стандартов и, собственно говоря, находясь в среде, где вокруг что не художник, то экспериментатор и наоборот странно таким не быть, он поддается вот этим всяким концептуальным. Слушай, а что ты хотел со мной поспорить? Ну, посмотри вот на это, ну, это же просто невероятно круто. Ну, понятно, что это Мане, такая аллюзия на Мане явная, да, но это же очень хорошо сделано, разве нет? Ну, да, довольно хорошо, просто этого мало будет, и потом мы сразу попадем в... Я понимаю, что потом Бродский станет тем, да, я, в общем, имею в виду его, во-первых, раннюю живопись, вот эту, от которой я в полнейшем восторге, во-вторых, что все равно своего мастерства он не пропил. Ладно, посмотрим, что дальше, правда. Это Люксембургский сад весной. Ну, прелесть просто, ну, блин, я не знаю, я не знаю, вот что я могу сказать. Ну, эта работа вполне импрессионистская по композиции, по Москву, по настроению, по свету. По весне. Ну, да. А вот это нет, портрет МФ Андреевой некой. Может быть, сделан на заказ. А я думал, это мать. Может быть, сделан на заказ, и Андреева не любила. Эксперименты. В том числе. Ну, да, 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 наверное, на заказ. А вот то, что ты мне рассказывал. Обалденно, ну, просто, ну, это шикарно, шикарно. Бродский делает такие домики и такие сады, где хочется жить, гулять, выходить с термосом кофе, я не знаю, там, что-то такое. Ну, да, и такие у него эти летние обстановочки, что жара не является проблемой, как будто бы. Абсолютно, да, но, конечно, я понимаю, что это не соцреализм, в плане, ну, я имею в виду, что соцреализм не должен был такое допускать. Здесь нет призыва к изменениям, да, призыва к тяжелому труду. Здесь есть вот уже хорошо, уже благополучно. Ну, да, или было хорошо, потому что очень уж это какое-то детство напоминает, что нету людей. Какое-то такое ностальгическое ощущение. нет людей, рабочий полдень, все ушли, а ты маешься, и тебе хорошо от этого, да? Ну, да, да, вроде жарко, и вроде кушать хочется, да, и не знаешь, чем заняться, а все равно хорошо. И вот в этом есть что-то детское. Ну, как вот в детстве-то, собственно, это и было. Пловишь последних, ловишь последних стрекоз. Ну, да, да. Ну, и есть ощущение без, как называется, безмерности, без, вне пространства, вне временности, вне временности, да, потому что нет никаких конкретных каких-то указаний, нет людей. Ты просто существуешь в этой картине. Слушай, а композиция, как сделана, да, прям квадрат по центру. Ну, да, ты имеешь в виду вот этот квадрат. Да, 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 то есть это очень необычная композиция. Он прям видно, он экспериментирует с композицией. Ну, кроме того, что его интересует искусство, как таковое, ему еще очень любопытно, как так у некоторых французов получается удачно продавать свои работы, что же такое в них заложено, как устроено это современное искусство, современное ему, да, и желание обогатиться, которое ему привили еще родители, да, желание быть состоятельным экономически, оно никуда его не покидает. И в этом направлении он тоже много времени проводит, много думает, и в десятые, начиная уже там сразу после возвращения из этой командировки, он активно выставляется, причем он пробует себя в самых разных выставках, и где только есть возможность, везде он ею пользуется, это и выставки его родной академии художеств, и товарищества передвижных художественных выставок, которые, между прочим, еще существуют в десятых годах до сих пор, хотя казалось бы, давно его не должно быть, и общество Куинжи, то самое благотворительное, помните, мы про Куинжи не так давно рассказывали, вот, и всего-всего этого в его жизни много, но как-то сказать, что он много заработать мог, но нигде, ни за границей, ни в России, нет, ну, такой вот обычный, не голодающий, конечно, художник, но и звезд с неба не хватающий, но отсюда же из этого вот стремления его попасть в какой-то тренд, и происходят следующие работы, которые сейчас, возможно, некоторых напугают, но уж точно удивят. Это автопортрет с дочерью, который уже как-то мы видим, куда-то в Кустодиевскую эстетику почти полностью проваливается, хотя он здесь... И во что-то еще, только я не пойму во что, опять что ли прерафаэлизм, не пойму, во что-то еще оно проваливается, все. Нифига себе терраска у него там, да? Ну да. Он какой-то весь благополучный, ну, понятно, что это все для, услано для этого, а там ноги куклы торчат, блин, это кукла, ой, блин, перепугался. А ты видишь ее? Да. Ай, жесть. Смотри, ноги торчат, думаю, да что ж такое, а потом разглядел куклу. А, или во Врубилищину он уходит, не пойму, во что-то он уходит. Какие-то орнамент, орнаментальность такая, дробная, дробная, что-то нравится ему очень это дробное. Ну, некоторые искусствоведы считают его представителем русского модерна, его в принципе не существовало, так мы никого строго назвать модернистом не можем. там мы можем относительно Врубеля, да, но Врубель он в первую очередь все-таки символист, да, но все-таки модерн касательно австрийцев, касательно немцев обычно употребляется это понятие. ну, вот, где-то близок оказался Бродский к этому, хотя, конечно, много всего и другого есть. Ну, и вот, например, эта картина Италия называется, она уже в меньшей степени модерновая, а, ну, в большей степени что здесь, я не знаю, для меня так много здесь всего навалено. Атерн все равно, и ты еще до сих пор не видел, видимо, Альфонса Муху, от того, которого я тебе говорил, не с плакатов его, а вот когда его куча славян, вот это очень похоже. Очень похоже, но вот эти две работы и сейчас еще третья сказка, одну сказку ты тоже знаешь, они как-то наводят на мысль о его таких не очень, не очень, как это сказать, благопристойных относительно такого честного художнического пути и намерениях. Так, интересно, заинтриговал. А, это я видел, да, ну прям тут слушай, это же опять прерафаэлизм. Ну да, но скорее всего имел в виду он не это, а какой-то такой какой-то магический реализм, что ли. Магический, тут есть сказочный, да, да, есть такое. Это, это было бы великолепная, наверное, роспись на стене детской. Великолепная роспись на стене детской? Я вот не могу других слов подобрать, кроме одного, который, мне кажется, лучше всего описывает подобную живопись, особенно вот эта. Это черта такая, салонность. Салонность, да, я все ждал, пока ты скажешь либо вульгарность, либо пошлость. Салонность, то есть нету такой вот строгости в соблюдении каких-то пространственно-временных критериев, каких-то совмещений стилистических, там, формальных признаков. Почему здесь ребенок среди этих птиц, да, почему он на первом плане, почему он доволен, там, без родителей, да, он же вроде как должен там бояться или что, а почему сзади, сзади при этом совершенно иная какая-то реальность жизни обычного города, да, да, что это, как это одно с другим сочетается. Вот кроме эффекта вау у такого простого неискушенного народа это ничего произвести, на мой взгляд, не может. И то же самое про картину Италия, ну, не знаю, может быть, там надо куда-то всматриваться, но первое от нее впечатление именно такое, что вот эти прям соки с этих фруктов прям на тебя вытекают и вот в нем эту картину работает на эффектность, да, я теперь всерьез начинаю ждать Альфонса Муху, надеюсь, он у нас случится, потому что перекличку ты прям наверняка обнаружишь. ну, на эффектность, на такую простоту, на отход от некоторых академических стандартов, потому что такое, конечно, позволить не могли в репинге, ну, что это, что это вообще, как это, ну, где-то, может быть, во времена Брилова, во времена Брилова, если как-нибудь романтически подать эту тему, да, ну, ее все равно она будет там исправлять, эту картину. Ну, скажем так, до получения художественного образования в отрочестве и в детстве, если бы я увидел эту картину, я бы засмотрелся, конечно. Ну, да. Я бы прям уплыл туда и сказал, о, как это сделано. Ну, то есть, примерно на такой эффект она рассчитана. Да, ну, а сейчас, кроме того, что я сказал, что в неплохо. Ангажированность какая-то, не знаю. Ангажированность чем? Вот этой сказочностью, ангажированность чудесностью какой-то, наивностью, о, наивностью, ангажированность наивностью здесь существует, присутствует. Да, при этом ясности нету, вот что это за сказка, что здесь за такой, ну, посыл, что ли. Я бы не сказал, что он интуитивно чувствуется. Ну, как-то. Ладно, давайте дальше. Вот с этим, конечно, попроще. Это снова его знаменитые ажуры. Он уходит, короче говоря, в какую-то декоративность. И здесь он уже, да, здесь уже он еще более смел. Его она очень привлекает, эта декоративность. И здесь она тоже видна, как занавесочки эти растения. У него уже деревья начинают таять, листики уплощаться, люди растворятся в пейзаже, цвета упрощаться. Да, ну, по крайней мере, в этой картине. В осень. Есть еще золотая осень с названием почти как у Левитана, но при этом совершенно не похоже на его золотую осень. Но здесь необычный, прям-таки удивительный ракурс. Я нигде не припомню. Вообще ни в русской, ни в какой-нибудь зарубежной живопись такого ракурса. Это он с какого-то холма, видимо, писал. Вряд ли с вертолета. С холма, конечно. Вот же деревья внизу растут и наверху. Ну, как с вертолета? На горе какой-то. Кележки. Помню, что у Кустодиева были вот эти деревенские пейзажи, какие-то празднички такие пряничные. но тут Бродский ни в коем случае своего друга не копирует. Совершенно другое настроение и другая фигурность, да? И тут скорее не праздник, а обычный день. Выходной, правда, но все равно такой рядовой выходной день в каком-то маленьком селе, может быть, где-то неподалеку от Бердянска. Зиму тоже пишет. Ну, а тут без ажурности и просто соврасово-левитанщина такая. Ну, хорошо, вот могу предположить, что все-таки как-то он стал, то ли сначала обретал, а потом как будто стал терять свой стиль. Ну, тут как-то да, вроде по годам мы последовательно идем, но он то мечется, в общем, то чуть ли не в салонный модерн, то в модерн, то в салонную какую-то живопись, то и то и другое вместе, то импрессионизм, то скучный академический портрет, то опять снова развивает свою ажурность, то вообще непонятная какая-то скудная соврасовщина, то вот ледоход в Апскове, у него какой-то уже сезонизм пошел, да? Ну, сезонизм, но все равно из этого льда он пытается какие-то орнаменты построить, что-то есть у него, вот это вот ажур, как это, салфеточки он все время делает. Прекрасному Виктору Петровичу Воробьеву на добрую и долгую память. Лебезит, короче. А где сам ледоход только непонятно, может Ну вот же вот этот лед друг на друга наваливается, это же уже видимо пошел ледоход. А, а я с ледоколом перепутал. Скрипит. Нет, это вот ледоход. Мы с тобой, южане, не знаем, что такое ледоход, понимаешь? Я видел только на видео и это очень впечатляет. Оно все скрипит, шумит и это какое-то невероятное вообще зрелище, какой-то катастрофы, знаешь, такое ощущение. Это его автопортрет. Опять ажурный, даже волосики такие чик-чик-чик-чик-чик-чик у него. Самый известный, позднее уже не будет он сам себя писать, кроме Реппин уже махнул рукой, жанровости не будет. Ну да, уже давно наверное махнул и обучение окончилось то у него в академии уже. Это же по окончании академии командировка, да, потом уже все свободные, вольные хлеба художнические. Здесь ему уже немало лет, а именно 30 на этом автопортрете. Ну а он все еще художник такого второго порядка в петербургских кругах. Есть еще такая замечательная весна. Как-то здесь необычно он подбирает цвета. не пойму чем выполнено. Так вариль что ли? Что это такое? Да я вот тоже смотрю. Как это сделано? Или мелками какими-то? пастель? Не пойму. Пастель, понимаешь, она таких ярких цветов не может дать. Не пойму, короче, как это сделано. Мне вот этот синий с оранжевым вызывает почти восторг. То есть такая цветность чуть ли не комиксовая, ты уже сегодня вспоминал, как для детских рисунков. Открытые цвета, позволяет себе открытые цвета делать. Что для серьезного художника вроде как недопустимо. Моя, наверное, любимая у него работа это опавшие листья, которая... А, да, знаменитая работа, очень нравится мне. Я ее, по-моему, у себя на стенке постил ВКонтакте. В плохом что-то я разрешение ее скачал, но композицию хотя бы видно. И здесь она создает по цветам, по вот этой вот то, что тут деревянная изба, там какое-то такое кресло. чуть ли не старо-русское, да, листья опавшие создает ощущение некой багажности, что ли, русской истории. Багажности? Какого-то богатства, как целый багаж. Взяли, вывалили нам на картину через природу, через какое-то такое вот маленькое крылечко, показали всю широту русской природы, русской истории, русской словесности, даже, ну, русской культуры. Что-то в ней есть и Репинская, есть в ней и Воснецовская, и Билибинская одновременно, только Бродского там мало, ну, ничего страшного. Не, ну, ажурность же его присутствует, все равно, вот, присутствует его ажурность и любовь к зале тому какому-то солнцу, которое вот, ой, не знаю, хотел сказать, жару создает, но оно же не жару создает, а что оно создает, вот, какое-то вот, блин, ослепление, что ли, не пойму, не пойму, как сказать. Прозрачность оно создает, вот что оно создает. Найди опавшие листья, покажи сейчас нам нормально, в хорошем качестве. Найду. Опавшие листья Бродского. У него даже есть два варианта этой работы, один гораздо более поздний, уже, по-моему, в советское время сделанный, но они похожи. А мы пока посмотрим на портрет. Павшие листья. На портрет, ну, про этот портрет, конечно, нужно будет отдельно говорить, поэтому давайте все-таки с опавшими листьями разберемся. Короче, блин. С цветом плохо все в этих... А, вот, есть. Сейчас, давай, готовься. Я сейчас свою демонстрацию включу, я включу. Видно? Нет, что-то. Не видно? А, а выключи свою демонстрацию. Ага. Видно? Ну да. Да. Очень все прозрачно, так классно. Ну да, каждый листочек из-за слова. Да, да, кстати, как долго он-то все делал. Это, конечно, не импрессионизм. Он, он этот ажур, видишь, он, он, короче, психоаналитическим языком, это его наслаждение, ажур выводить. Он выводит вот эти все салфеточки природные. Он обожает это делать. Хай, якобы, хаотические. И снова есть ощущение такой, некоторого, такого портрета вечности, что я выключил. Как будто все уже случилось. Или вот все случилось прямо сейчас. Есть такое, есть такое, да, 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 да. То, конечно, большие. Без времени такое. Принять не могли. Ну, они бы его такое не приняли, но это опять же еще в какую-то уже восьмую сторону бросает Бродского. Но опять модерн. Все равно вот модерн какой-то. Пусть другой, но модерн. Модерн, но тут похоже на постимпрессионистские там, изыскания Ван Гога, Гогена, да, когда он ставит человека на фоне стены такой узорной, на фоне обоев красивых. Или, ну, так делает, как будто человек стоит на фоне этих обоев. И эти обои как-то раскрывают его характер, да, сочетаются особым живописным образом. Ну, и последняя работа дореволюционная, это фейерверк, который уж, наверное, самая невыносимая. Который самый дореволюционный. Ну, тут ажурность есть, но с фейерверками, мне кажется, уже все, это перебор. Жесть, это, конечно, что-то он хочет, видишь, от этого всего, что-то он хочет, вот, а я не пойму, что он хочет. Он хочет увязать все в один единый орнамент, как будто ковер у него это все, что ли, я пытаюсь вот понять его попытки, что же он, как будто бы все, как будто бы все единый орнамент, у всего единый рисунок, как будто бы, что-то такое вот он пытается сделать. Но это, конечно, похлеще, чем сказка. Да, похлеще, но совсем, да, он мог бы успеть уже сто раз. В десятые годы у нас много очень было там этих художников разных, прогрессивных, да, вообще был один из них, который стал просто фигурки рисовать на все полотно, да, геометрически. Что имеешь в виду? Ну, Малевич, например. А-а-а. Вот, тут, наверное, речь идет не о том, что он там скромничал, боялся, не решался, вот, сделать то, что ты предполагал. А то, что Бродский считается художником все-таки, ну, очень любящим академическую традицию ее на следующем и пытающимся ее все-таки как-то переосмыслить, но ни в коем случае не уничтожить. Вот, поэтому он так вот довольно осторожно экспериментирует. Хоть и экспериментирует, да, но заботливо по отношению ко всему тому, что было до него. Ну, что, собственно, например, Серов тоже самое делал и тоже был в этом хорош. Никаких он пост таких артистичных не занимал, никаким флагом не махал, но при этом совершал современные, очень живые, очень и воздушные портреты, к которым хочется возвращаться вновь и вновь. Ну, а тут пришлось нам возвращаться в историю. Значит, как мы знаем, в 17-м году произошла февральская революция в начале, потом октябрьская. После февральской он становится, по сути, художником-хроникером, то есть он как-то увлекается тем, что происходит, и его больше всего захватывает идея того, что вот эти коммунисты, которые сейчас могут прийти к власти, они провозглашают равенство народов, а Бродскому, которому к тому моменту уже 33 года, всегда по жизни мешало его еврейское происхождение. Ну, везде. То есть не вдохновлять его революция не могла, и есть факты в течение жизни, когда ему давали просто красный свет, куда-то там не допускали, как-то ругали, что-то там за спиной обсуждали в нелицеприятных словах, и были разные люди, но помимо Репина еще помогал ему Куинджи, но Куинджи это вообще был добряк из добряков, сам тоже не русской национальности, но и не еврейской. Ну, вот он его пару раз прямо-таки вел по определенным дорогам. Греку тоталин, да. Да, ну, самый первый его труд, сделанный с начала семнадцатого года, это портрет Керенского. Причем, что? А, вот он Керенский. Да, в лучшем разрешении я не нашел, да, тут, я думаю, особо рассматривать нечего. Эта работа была начата в середине семнадцатого года, а закончена уже когда, собственно, Керенский занимался совсем другую должность, не занимал ту должность, благодаря которой он попал на портрет, потому что уже Октябрьская революция случилась, и кисть Бродского уже устремилась в сторону изображения большевиков. следующая работа, правда тут какая-то есть пауза в один год, я не знаю что, может быть он пытался понять, удостовериться, что это теперь все окончательно, чтобы не нарисовать ничего лишнего, и вот следующая его труд «Зима, пейзаж». Очень напоминает какую-то другую зиму с маленькими фигурками и длительными такими, длительно разглядываемыми пейзажами вдалеке. Ну да, их даже две, мы помним, есть у великого голландца одного. Я имел в виду его, а ты кого имеешь в виду? А я имел в виду еще бабушку Мозеса уже сегодня помню. А, опять бабушку Мозеса? У нее же тоже так это было. Без нее никак сегодня. Ну вот тут-то конечно никакого еще стремления в коммунистическое будущее мы не просмотрим. А дальше уже все. Дальше уже Ленин и манифестация. И теперь уже люди стали орнаментом. Да, теперь люди стали орнаментом, теперь стало вот это красное знамя. Кумач. Кумач? Кумач. Красный Кумач. Красный Кумач стал Витя одновременно и стеной и таким столом для Ленина, что он на него руку положил и она как бы твердо так держится. И это первая работа в рамках Ленианы, по крайней мере, у Бродского. И она сразу же поражает, конечно, своим колоритом, своей такой почти микеланджеловской статью и тем, насколько это не похоже на раннего Бродского ни на один из его осторожных, аккуратных экспериментов. Ну, нужно сказать, конечно, что считается, по крайней мере, что Бродский, несмотря на вот это сказанное про его еврейство, да, что он воодушевлен был по поводу того, что большевики ничего против этого не имеют, все-таки никогда его человеком принципов никто не считал, особенно принципов идеологического толка. Считается, что по большому счету ему было все равно, что писать. И я бы тут вывернул как бы все это в хорошую сторону, что это был тот художник, которому было интересно, делать самые разные вещи и по-разному. Что заказывали, то и выполнял. Да, у него есть семья, там, одна жена, потом вторая появилась. Сейчас я потом расскажу, как они жили, и ему должны было, ну, надо было довольно немало денег зарабатывать, и он спокойно просто делал свое дело. ну вот, в частности, первое его успешное дело на ваших экранах. В 20-е годы он вступает... Все, мы прощаемся с тем Бродским этим, да? Ну, варива, революция случилась, конечно, да. Все, уже модерна не будет, да? Ни в коем случае, да. Он вступает в АХРР, это Ассоциация Художников Революционной России. Это такая организация, которая, она продолжала передвижнические традиции и оппонировала авангарду, который бурным цветом у нас в 20-е годы. Да, то есть, после революции среди художники разделились на два вида. Одни художники говорили, что все замечательно, значит, буржуазный строй пал, соответственно, новые люди, новый народ, новая культура, должно быть новое искусство, и это искусство обязательно должно быть не похожим ни на что существовавшее прежде, оно должно обязательно поражать как-то воображение, оно должно вообще попрать все стандарты красоты, собственно говоря, это были авангардисты художники, они были не только кистью, мы помним, что в кинематографе тот же самый Эйзенштейн, да, поначалу, там, или Дзига Вертов таким был, это было там и в, естественно, в литературе, в поэзии, а второе крыло говорило, что наша великая русская культура, она не обязательно с империалистическим строем, не обязательно с царским режимом, имеет какие-то тесные связи, что мы должны взять все самое лучшее из того, что было и просто это поставить на новые вот эти рельсы, на новые рельсы построения общества, где все люди будут равны, все люди будут счастливы, да, и будет это искусство служить ленинским идеалам. Собственно, ко второму вот этому направлению и относится эта ассоциация художников революционной России, и Бродский туда же вступил, но он не мог вступить в авангардист, и я уже говорил о том, что он был скорее традиционалистом, нежели чем революционером вот по части живописи. Да, ну и в итоге мы знаем, что очень быстро, ну как не очень быстро, но к концу 20-х уже весь этот авангардизм схлопнулся, прям кулаком по столу ударили и сказали, что прекратить. И объявили стандарты соцреалистического искусства, которым надо строго соответствовать, и там уже никакой свободы, никакого шага влево, шага вправо у творцов не было. А тут, видите, как уже в 19-м году Бродский создает такое произведение, которое бы не поругали бы и при соцреализме. Все здесь вполне то, что нужно. Ну, а какие стандарты у соцреализма? Об этом обязательно мы вспомним, но чуть позже, потому что уже на этой картине застряли. Я покажу вторую картину, очень важную и, может быть, ключевую в творчестве Бродского, выполненную сразу после Ленина из манифестации. Это торжественное открытие второго конгресса Коминтерна во дворце Урицкого в Ленинграде. Это масштабнейшая работа. Как неприятно смотреть на эту работу. Она все еще ажурная, я хочу заметить, все еще ажурная, но, блин, это фейерверк, это сказка. Да, это работа выполненная в течение четырех лет, и, как мы понимаем, с 20 по 24 очень много событий произошло в жизни страны, и многие люди, присутствующие в 20-м году на втором конгрессе Коминтерна, потом перестали разделять его идеалы и попали в ополу, их пришлось по ходу уже работу над картиной стирать, туда других вставлять, например, так случилось с Кларой Цеткин, видите, но ей было тогда 70 с лишним лет, она не присутствовала на этом конгрессе, но ее туда добавили, вместо немца, немецкого одного коммуниста, ну и так мы некоторых, тут как, в картине всего что-то в районе 300 человек, и из них больше половины личности установлены, конкретно кто это, да, но мы и сами можем тут многих наших знакомых увидеть, наших любимых. Да, Ленин, Троцкий, Сталин из самых известных. Изобразил здесь художник и самого себя, вот он справа, видите, смотрит на нас, да, менины? Не, не, смотрит на нас, это какой-то другой, возможно, еврей, а вот правее, а где правее, с огромным листом, с огромным таким планшетом, на котором он делает набросок. Он в очках? Нет, ниже. А что ж такое? Не вижу, короче. Ну, под кем левее? Нет, подожди, вот смотри, вот, 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 а это он, я думал, там женщина сидит, все, понял, понял. Это он, он присутствовал на этом заседании, но, как вы понимаете, что за, сколько оно там длилось, ну, пусть несколько часов, он не мог просто наброски всех людей успеть сделать, и он пользовался фотографиями некоторых людей, ему там говорили, что вот приносили эти фотографии, вот этого обязательно надо на картину поместить, там, в первый ряд, хотя он там мог сидеть не в первом ряду, потом через неделю приходили, так, вот этого в картине, чтобы не было, мы там с ним уже... Да, да, и, короче, поэтому так долго все это, вся эта работа у него совершалась, но он довольно неплохо поимел с нее, я сейчас расскажу, что, что такое коммунистический интернационал, да, это такая была идея, такая организация, которая планировала уже после Советского Союза совершить революцию во всех странах мира, и вот, коммунисты из всех государств. Троцкизм, да, то есть он же, Троцкий же на что рассчитывал, почему мы там говорим, вот, это антимарксистская какая-то постановка, потому что, вопроса, потому что у нас капитализма еще не было, да, он рассчитывал просто здесь сделать переворот и использовать Россию как плацдарм. Ну, от этой идеи позднее откажется Сталин, и там станет... Очень долгая была идеологическая борьба, коммунизм будет в отдельно взятой стране строиться, или на весь мир хлынет это пожар? Ну да, ну а у них еле-еле получилось в гражданскую войну всех неспокойных убрать, да, ну, многие бежали, ну, в общем, все это довольно долго длилось, и постоянно их предавали, ну, в общем, это, конечно, историческая тема, скорее чем, живописная, но вот тут, например, сидит, к нам повернулся усатый мужчина. Где, где, где? Вот этот. А ну-ка, а еще раз увеличь, пожалуйста. А, ну, так. Это был человек, который совершил революцию в Венгрии, коммунистическую, в 18-м, то ли в 19-м году, там вот просуществовало государство 4 месяца социалистическое, пока старый режим снова не взял верх, и я думаю, что это тоже был такой случай, который намекал на то, что не так-то оно все просто будет, не так много сторонников, да, чтобы по всему миру совершить революцию, что ничего не выйдет, но тогда еще вот полоталось. А ты не помнишь, как это вы Венгра звали? Ну, имя Белла, а фамилия какая-то короткая. Ага, ну ладно. Ну, это очень известный тип, он потом у нас в Крыму, он был вообще, ну, принят в Советский Союз, и в Крыму он руководил расстрелами белогвардейцев, которым сказали прийти на, ну, для учета, типа. Белла Кун? Да, да, да. Вот. Страшный человек. Угу. Ну, тут много есть таких, не самых пушистых. Ну, видим, места очень мало, и... Кислорода тоже мало. Да, я думаю, основная задача этой картины была показать, как много в мире коммунистов, и что сейчас они получат от дедушки Ленина пламенный привет и пламенный совет, запишут все внимательно, все внимательно проанализируют, продумают и пойдут по всем городам, весям странам эти идеи распространять. И картина, конечно, была в свое время невероятно известна, может быть, вообще, самая известная советская картина, которую хотели все иметь у себя, но как с этим справлялся Бродский, я тоже чуть позднее расскажу. Нашлось все-таки решение, чтобы как-то по-быстрому это было никак решить невозможно. Но вообще, рассматривают ее может бесконечно, там в какой-то момент увидишь, что было целых шесть стенографисток на первом плане. Видите? Ну, как, не на первом плане, ну, прямо перед Лениным сидящим. А, точно, вот это они фигачат. Да, причем стенографисты как бы выглядят как какие-то гувернантки. Самый красивый взяли. Каких-то домашних платьях. Вот, ну, а следующая работа уже сразу, уже сразу похороны. Ну, не просто похороны, зипкурат. Да. А за сколько месяцев это мавзоли построили? Не, я не знаю. Как-то. Я все это изучал, архитектор этот знаменитый. Блин, забыл сейчас его фамилию. Ладно, сейчас скажу. Сам, крайне знаменитый. Архитектор. Да, что ж такое. Щусев, Щусев. вот его хоронят. Это тоже Ленина, Лениняна? Там Сталин стоит, да? Сталин, Троцкий. А, нет, не Троцкий, это Калинин. А, это фрагмент, а вот полная в плохом качестве. да, на нее. Ну, да, Сталин, Троцкий. Нет, это не Троцкий, это, наверное, Калинин, скорее всего, стоит. А, Калинин. Троцкий должен быть еще с черными волосами пока, скорее всего, его вымарали. Ну, Крупская стоит, ага. Ленин с такой большой головой. Это, я так понимаю, простые люди. Не знаю, не знаю. А, ну да, типа пришли народ, это народ. Дед и бабка пришли. Учителю. Ну, понятно. Это, 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 если это учителю, то это точно лента и венок от Сталина, сто процентов. Ох ты, но тут ажурность-то есть, а? Есть же ажурность-то вот эта великолепная, фу, Троцкая, господи, Бродская. Ты не сказал бы, что-то. Ну, вот эти листья, лужи, осенние вот эти листики, там, ну, как, есть же его, вот эти павшие листья, или как он там. Думаешь, вставил он все-таки, да, себя? Ставил, да, да, да. Есть несколько похожих таких портретов, где Ленин стоит прям под 90 градусов, на нас смотрит, во весь рост. Там он то на строительстве какой-то, какого-то канала, то он на фоне Смольного, то он еще там где-то, но это все уже после его смерти было выполнено, но Бродский, видимо, не успел. Расстрел 26 бакинских комиссаров, это вторая, наверное, по известности, картина Бродского после вот того торжественного открытия Конгресса, Коминтерна. Так странно себя ведут расстреливающие. Они как-то так построены, как будто бы они говорят, стреляйте, ребята! Знаешь, такие, ха-ха-ха! Такие неистовствующие. Которые, которых расстреливают? Расстреливающие с винтовками, люди с винтовками, как-то так вот, так вот так, как-то так, а-а-а! Знаешь, такие звериные, рассверепели такие. Ну, конечно, это же звери. Да, да, да. А вот люди с распахнутым сердцем. Да. Некоторые из них уже лежат. Ну, да. А там прям портреты их, да, видимо? Ну, то есть они, они прям это, биографические. Может быть, они узнаваемы, да. В 27-м уже понятно, что портрет Сталина должен быть. Ну, да, с Троцким, ой, господи, да что ж такое, с Бродским, с тем Бродским мы уже распрощались, очевидно. Да, и у него, видите, газета «Правда». Кстати, которую курировал он сам. Он, по-моему, даже занимался ею еще до революции. Ладно, я сейчас могу наврать, могу наврать. Не помню точно. Конечно, в 20-е он уже за счет вот этих своих работ, за счет своей безотказности, он стал фаворитом власти. Киров распорядился предоставить ему огромное помещение в Ленинграде под мастерскую. Причем у него был двухэтажный дом, в котором он же и жил. Находился он возле русского музея. И это, скажем, самый центр Ленинграда. Бывший известный литературно-музыкальный салон, естественно, до революции. Но жили они там в девятером. То есть, помимо самого Бродского и жены, там еще были родители жены, какая-то сестра жены с сыном, потом сын Бродского от первого брака, потом приехал из Бердянска какой-то молодой талантливый художник, он его тоже у себя поселил. У них еще были две собаки, целая такая свора была в этом доме. Странно, как он мог при этом всем работать, но может сказать, что у них была тоже коммунальная квартира, как у всей страны, за счет вот этого большого количества проживающих. Ну и гостей. Может быть, он этих художников вселил за тем, чтобы его там не переселили никуда, да, да, ну чтобы не выдали его жилплощади кому-то еще. Ну и гостей было тоже немало, и можно сказать, что в каком-то смысле салонность продолжила у этого дома, салонная судьба продолжила быть. А тут Ленин выступает на митинге рабочих Бутиловского завода в мае семнадцатого года. работа, которая те же практически задачи преследует, как и собрание Конгресса Коминтерна, да, только здесь известных личностей в десятки раз меньше. И поэтому она, конечно, гораздо быстрее производилась. Ну, давайте, я обещал, да, что такое социалистический реализм, нам рассказать. Ну, мы говорили об этом у Дейнеки, но у Дейнеки мы подчеркивали, что все-таки это художник, который двухслойный, да, под этим слоем соцреализма у него вскрывается такая огромная вневременная какая-то пластина, состоящая из разного всякого и не имеющего прямого отношения к соцреализму. Здесь же все-таки чистый соцреализм, то есть конкретность, да, ну, какие основные критерии соцреализма? Конкретность, то есть показывают конкретные события без каких-то двух смыслей, без каких-то намеков. Кстати, про торжественное открытие Второго Конгресса есть конспирологическая версия, что на этой картине зашифрован некий намек, который Ленин попросил Бродского вписать. Ленин, который находился в заточении в горках, да, мы знаем, что ему не давали допуска к власти, и он написал письмо Бродскому, якобы, чтобы он там зашифровал какое-то послание, но убились годами теоретики всякие. Не знаю, может какая-то конспирологическая теория. Ну, то-то какая-то полуф, может быть, что-то здесь обнаружат, как тут что-то понять можно, не знаю, там уже первую букву фамилий сидящих пытались как-то выстроить, но ничего не вышло. Да, но помимо конкретности это еще должна быть народность, да, чтобы произведение, неважно изобразительное, например, или литературное, оно было понятно, написано максимально простым, понятным языком для широких масс, и они были про эти самые широкие массы, ни в коем случае не про буржуев каких-нибудь, не про каких-нибудь западных деятелей, а чаще всего про нас и про рабочих, про крестьян, про пролетариат, одним словом. И отсюда же, естественно, идейность, то есть основная идея какая у этой работы, у этих работ, у любых социалистических работ. То, что они должны воспитывать гражданина в социалистических идеалах, то есть они должны показывать ему, что справедливый мир это вот такой, который установился после Октябрьской революции, что Ленин это великое солнце человечества, что то, что он провозглашал, обязательно должно быть исполнено, и что все мы достигнем новой, лучшей жизни, и ради этого мы ничего не должны жалеть, и идти на самые разные героические поступки. Ну вот основное, наверное, я перечислил основные признаки социализма. Назывался он социализмом, как мы уже выяснили, больше так условно, потому что реализма в плане точной передачи всех каких-то нюансов реальности и положительных ее отрицательных сторон, конечно же, не было. То есть показывалась исключительно такая добрая сторона жизни. Или если какие-то негативные события, то это обязательно будет, чтобы показать геройство коммунистов, вот этих бакинских комиссаров, например, что вот их расстреливают, как это несправедливо. Самопожертвование к тому же. Да. Они гораздо выше тех, кто их расстреливает. Да, если изображается Сталин, то, естественно, это не тот реализм, который будет показывать, что он низкого роста или что у него оспинки на лице. Да, да, да. Ни в коем случае. Наоборот, он должен быть красавцем с черными такими волосами, как будто он не седеет еще в своем возрасте, да, чуть ли не на мазанными этим средствами для укладки волос и усы у него должны быть объемные, такие пушистые, тоже без просединки и костюм идеально гладкий и видите, как он газету правду, только я не пойму, почему он правду прикрыл белым листом, что это означает. В общем, все. Ну, кстати, строгость, да, тоже характерна для реализма, но строгость, опять же, такая классицистическая. И мы тоже, когда обсуждали на Дейнеке, как же лучше назвать соцреализм, все-таки, наверное, лучше социальный классицизм, какой-нибудь социалистический классицизм, социалистический романтизм, вот между этими двумя вещами колебались и так и не решили. Все-таки есть и то, и другое. Ну, реализма, конечно, здесь, реализм здесь в том понимании, в котором он был, собственно, у советских людей, да, у советской пропаганды. В таком смысле, конечно, реализм, но... Натурализм. Да, но натурализм, конечно, был. Все довольно натурально. Тут с этим не поспоришь. Фотографизм. Да, фотографизм. Но реализм, это не то же самое, что натурализм. Это фрунзе на маневрах. это фрунзе. Фрунзе на маневрах. Ну, тоже картина, для которой все выше нами сказанное характерно на сто процентов. Да, да. В 26... Ну, фактически, да, слушай, по поводу этого, фактически, да, очень похоже на какой-нибудь французский портрет какого-нибудь генерала, я имею в виду там, 19 века, да, вот он, типа, на коне, а он здесь на автомобиле. Но он на, он не в автомобиле, а на автомобиле. Ну, да. Только начало, самого-самого начала 19 века. В смысле революционная живопись, да. Ну, да, то есть, в этом плане, конечно, это романтизм. В 26-м году Бродский получает уже и государственное задание, не связанное с его прямыми обязанностями, как живописца. Дело в том, что мы помним, как сильно было желание в определенные годы всякую уехавшую знать, которая не очернила себя какими-то антисоветскими высказываниями, но при этом представляет большую ценность для русской культуры вернуть обратно, привлечь их к советской действительности и сказать, что они очень нужны, да. Точно так же с Горьким было. И Горький вернулся, я так понимаю, без участия Бродского, а вот Бродский пытался уговорить Репина, который тогда в Финляндии осел, вернулся. не вернулся никогда в родных пенатах. Да, но ничего из этого не вышло, хотя Бродский считался любимым учеником Репина, как считался, но назывался и, видимо, таковым и являлся еще с этих университетских лет, хоть и Репина очень сильно сердила то, что он делал. Но... А Репину бы не простили, кстати, его картину красноармейцы ты видел? Красноармейцы отбирают хлеб у плачущего ребенка. Репина вот такая картина. Ну, конечно, у художнической среды есть свое мнение, своя позиция относительно того, кто такой Бродский. Ему, конечно, сильно завидуют его положению, его востребованности, но и говорят, что тут в 17-м году у нас случилась потеря этого мастера, художник Бродский закончился, что он, его называли угодником, использовали его фамилию вообще в нарицательном смысле, говорили, ой, ну ты как Бродский, все с тобой понятно. Вот еще один Бродский у нас нарисовался. то есть это прям был такой самый известный из художников, который, сказать, продался власти, наверное, не совсем корректно, но вот так отступил легко и практически играючи. Его, помимо того, что он не гнушался этими заказами провластными, ну а других и не было, то есть после революции все частные заказчики или ну 99% частных заказчиков исчезли. То есть кого-то убили, кто-то там сбежал, кто-то еще чего-то, да, некому просто было заказывать работы, только государство осталось, которое и было основным заказчиком. В его мастерской у Бродского часто не было места от подмастерьев копировальщиков, которые как раз и занимались тем, что его некоторые работы в особенности расстрел бакинских комиссаров и торжественное открытие второго конгресса Коминтерна, они просто брали и нещадно копировали. Есть такие слухи, что он буквально пару подмалевываний делал, сам Бродский, и ставил свою фамилию, платил им деньги за эти самые копии, и таким образом выполнялись очень масштабные заказы, картины отправлялись десятками, сотнями, всякие клубы, сельсоветы, и Бродский висел везде, и народ его тоже уже знал, и, можно сказать, любил. Есть даже история, что столь его сторонились, что даже бедствующий Филонов, помните такого художника, ну, если кто-то не помнит, ну, точно, ты, когда, на карте, сейчас ведешь поиски, ты его узнаешь, и мы его, наверное, пройдем. Филонов как-то получил приглашение от Бродского прийти в гости, и, видимо, Бродский хотел как-то помочь. Такое интересно. Филонову как-то помочь, потому что Филонов не то, что без денег сидел, без заказов, а вообще без куска хлеба. Но даже в таком состоянии Филонов ответил отказом, потому что ему было стыдно ходить к такому вот провластному угоднику Бродскому. И этот случай был не единственный, хотя Бродский был, видимо, добродушным человеком, хотел помогать, как-то предлагать помощь другим коллегам с заказами. Наверное, он как-то пытался уговорить сотрудничать с властью, что другого варианта сейчас нет, и что можно и в этом найти какое-то свое живописное утешение. А Филонов отвечал, я вижу, вы дошли. Ну, может быть, он ему показывал портрет Ленина, говорил, видите, вот моя ажурность, вот внизу, вверху. Вот смотрите, вот листики, как я прописал. Как вам это место, коллега? Коллега говорит, можно я уже пойду? Да, ну, Филонов так и не пришел. Портрет Климента Ворошилова в кабинете. Тоже все положено в парадном социализме. В 30-е Бродскому доверили уже не только то, что мною называлось, но еще и, вот смотрите, опять ажурность, хотя это 30-й год. Ух ты, а та самая, прям та самая. Бродскому доверили уже заниматься образовательной системой советской художнической и подстроить ее под новые стандарты искусства, которые бы точно отражали успехи движения коммунизма, вот эти все идеалы социалистические, которые я уже перечислял. и он с 32-го был профессором Академии художеств, с 34-м уже ее директор. И ему в качестве заслуги ставится то, что наконец-то он прекратил мародерское отношение к дореволюционной живописи, особенно академической, художнической, потому что предыдущие президенты, директора академии... Что это значит? Мародерское отношение, не понял. Ну, предыдущие директора Академии художеств могли просто взять какую-то картину старого мастера, порвать ее и дать какие-то, ну, скажем, ну, или оторвать картину, да, из-за варварства ну, прямо варварства оторвать эту картину и дать какому-нибудь ученику, чтобы он на обратной стороне этой картины писал. Прям идиоты какие-то. ну, там просто сжигали, потешали. Понятно, революционные отношения, да, ну, конечно, идиоты. Вот, но вот он говорил, что, помним, да, идеалы Вородского, они все-таки были такие наследственные, ну, как наследующие, хоть и было, у нас вроде бы неприемлемое время, но, тем не менее, он мог как-то выкручиваться из вот этой, из такого парадокса, можно сказать. Ну, и, по сути, вернул он в стены Академии Художеств тот порядок и респектабельность, что была при императоре. То есть, это вновь стало серьезное учреждение, которое могло готовить качественных мастеров, профессионалов своего дела, пусть и в новых совершенно других социокультурных условиях. Если мы даже посмотрим на аллею парка, да, мы увидим здесь сверху эту ажурность, мы увидим здесь его любовь к природе совершенно особенную, но внизу будет простой советский народ, который занимается счастливым, таким беззаботным гулянием. Ну, это, конечно, беззаботность ни в коем случае не в духе французского рококора. Это не буржуазная беззаботность. Они отдыхают перед трудовым буднем? Ну, перед или после трудового будня, или готовятся на какую-нибудь демонстрацию, изучают, видите, тут все по кружкам сидят, как будто изучают какие-то сценки, которые будут показывать, повторяют текст, там, репетируют. И все это происходит в лучах социалистического солнца, в этом небе, которое зовет прямо жить, радоваться и так далее. Ну, есть работа, конечно, малофигурная, но среди этих самых малофигурных тоже, наверное, самая легендарная это Ленин в Смольном, который у нас сегодня вынесен на бурж. у нас сегодня продублировано. Да, сколько она получила всяких мемов, всяких пародий, тут всяких разных людей на это второе кресло сажали. Самое прикольное я видел, когда здесь на втором кресле сидел какой-то человек и весь вот так закрытый был этой скатертью и как целующиеся у Магрита. Такое довольно криповое изображение. Ну, а так, конечно, соцреализм, да, такая сухость, простота, бедность обстановки и вот этот выключатель, прям такая милая подробность. Да. Не выключатель, розетка, простите. Розетка, да, да, да. Да, ну, основное это что? Ленин готовится к какому-то выступлению или делает какие-то... Ленин как всегда работает. Да, ну, то, что называлось тогда работает. Ему можно было просто записывать интересные мысли, и это считалось, что он отрабатывает свой хлеб. Вот он их, собственно говоря, туда помещает. Вот, наверное, он прочитал какую-то газету и у него возникло некоторое недоумение или какие-то вопросы к автору, может быть. Ну, мало ли да там что. Но фигура Ленина, да, обратите внимание, какая она тоже такая скульптурная, какая она такая, ну, иконическая, да, прям почти возведенная в ранг Аполлона или Давида Микеланджеловского. Такие грубые, правильные формы, несмотря на не самую стандартную с точки зрения такой с точки зрения культуры возрождения, красоту этого человека внешнюю, да, но это именно такой вождь, которого знали, любили и показывали в каждом, в каждой столовой. В каждом учебнике. И в каждом учебнике тоже. И нога, перекинутая через ногу, это тоже никакая не буржуазная поза, а мы видим то, что он так делает для удобства, чтобы текст, который он пишет, был еще ближе как бы к нему, да, потому что если бы он это делал на столе, он бы как-то так сутурился, наклонился, а тут прямо вот с минимальным расстоянием от глаз, от мозга до листочка бумаги так вот быстрее все переносится. Ударник Днепростроя, ну, может быть, самая модерновая ажурная. Да, и модерновая в то же время. Тут сразу все, тут древняя Греция нам показана, да, и вообще, и вообще. То есть можно было при большом старании. Ну, и сделана она классно, я хочу сказать, мне нравится. Не знаю, как тебе, мне заходит. Мне тоже очень нравится. Помимо того, что я уже сказал об Академии художеств, что он с ней сделал, он еще... Секунду, вот, я вижу в этих строительных конструкциях, в этих, как они называются, креплениях, взял, забыл, ну, фермы вот эти вот, как раз его ажурность видна, как он... Ну, вот эти вот, как шоти, краны там стоят справа. Да, вот такая ажурность тоже выполнена. Я сказал, что он Академию художеств поставил на ноги вновь, и также он туда позвал преподавать Билибина, Иона, Островумову Лебедеву и ряд других преподавателей, которые стали новым таким цветом преподавательского состава этого учебного заведения, и очень много они учеников замечательных, ну, замечательных по стандартам своего времени, конечно, воспитали. А так в истории мировой живописи, пожалуй, что никто из них особого следа не оставил. Единственное, можем упомянуть, но опять же, в контексте русской живописи Владимира Серова, который был учеником непосредственно Бродского, Владимир Серов это тот самый, который написал картину «Ходоки у Ленина». Некоторые путают почему-то «Ходоки у Ленина» с «Лениным Смольным» и думают, что это один и тот же художник. Я всегда думал, что это один и тот же, честно говоря. Что-то тут по цветам похоже и в целом по композиции плюс-минус. Белые «Ходоки у Ленина». Да, тут вот «Ходок» какой-то. Где «Ходок»? Ну, вот один «Белый Ходок», а на второго «Ходока» он просто сверху сел ему на колени. Не чай, я тут посижу, батенька. Ну, посидите, Владимир Ильич, я же просто орнамент для вас. Второй портрет Сталина. Где мы уже видим, как он осмелел. И он уже не просто красиво стоит возле стола с газетой «Правда», а уже вещает. Доклад какой-то делает. Настаивает, да, с каким-то докладом. Как его щеки румянятся. И опять это слово забыл твое красное стяк. Кумач. Да. Стол завален другими бумагами. Есть графические работки в Бродского. Я же две самые интересные. А, это Молотов. Да. Знаешь, как Ленин его называл Молотова? Железная жопа. А, каменная жопа. Потому что он был очень усидчивый. Он, может, щупал его, не знаю. И портрет Арджиникидзе тоже графический. Серго. Первомайская демонстрация тоже хороша. Почти кустодиевская. Да. Тоже вот на деревьях ажурность. Видишь? Да. Ну, и люди так опять ажурные. А ракурс любимый импрессионистами, помните? Особенно Камильям Писаро, когда он из гостиничных номеров. Из гостиничного окна, да, или балкончика своего французского. Писал. Хотя французский балкончик, это же, знаешь, да, это не балкон, на него нельзя выйти. Ты просто открываешь двери, ой, как бы двери окна открываешь, которые до пола. Оградка такая. И вот ты высовываешься и пишешь. Ну, помимо того, что он был преподавателем, директором академии, очень знатным человеком советского общества и художником номер один, соцреалистом, Исаак Бродский еще и коллекционировал живопись, коллекционировал даже искусство. У него была благодаря своему положению возможность что-то постоянно там прикупать по дешевой цене или что-то забирать. Мы же помним, да, что во время революции все вот эти усадьбы были разграблены, красная армия там забирала все, что плохо лежало, все, что они там не попротыкали своими ружьями, они отдавали государству и потом это расходилось по музеям или по вот так вот частным коллекциям и у него получилось позаботиться, чтобы как можно больше забрать себе и так у него это успешно получалось, что в Ленинграде большая коллекция художеств была только у русского музея. На втором месте это была вот эта двухэтажная квартира Бродского, которая вся просто была завешена. Даже на потолке были картины, везде там статуэточки какие-то, все просто в работах не только самого Бродского, а еще и всяких других русских художников довольно-таки известной работы тоже там были, которые писались до революции. И это составляло основную проблему. Его не сразу, правда, а потом, потому что на него в какой-то момент завели дело, что он занимается неким таким буржуазным занятием, то, что зачем-то он все это у себя, у одного накопил, что народу нет возможности пойти в музей на это все посмотреть, но вообще как-то он очень богато, роскошно живет и как-то совсем оборзел, и тогда он ничего лучше не придумал, а в общем довольно неплохо придумал, чтобы отписать все эти картины в государство по завещанию, чтобы сразу так отказался, но дайте пока еще поживу с ними, и вроде как на этом дело было закрыто. Еще при жизни он не отличался жадностью в отношении вот этих государственных учреждений, так он в 30-м году основал в Бердянске художественный музей и туда передал 200 картин сразу из личной коллекции, и я думаю это тоже его спасало от всяческих преследований в те годы жизни, те годы существования советского государства, когда гонения на разного рода людей усиливались. Ну и последняя его работа она не последняя по значительности, потому что все вы ее знаете, она очень хороша, это портрет Максима Горького. Действительно очень-очень хороша. Прям вот тут вообще не придерешься и не посмеешься, классно все. Ну вот последние годы жизни его мало нагружены трудами, видимо это связано с состоянием здоровья, потому что известно, что он заболел лейкемией, от которой собственно и умер. 14 августа 1939 года, 14 августа, это на той неделе, на которой выходит... Это сколько ему? Сколько ему было? И было ему 54 года всего. 54... Ну лейкемия. Произошло это в Ленинграде, да, от первой жены двое детей, дочь у него народный художник Советского Союза, внучка тоже художница от первой жены. Ну сам он получил заслуженного деятеля искусств РСФСР в 1932-м, а в 1934-м стал первым деятелем искусств, награжденным орденом Ленина. Больше никаких государственных наград у него не было. Ну, на этом мы, наверное, и рассказ с ним и попрощаемся. Закончить? Ну разве что сделать какие-то выводы. Правда, как-то он очень очень он как-то старался, мне кажется, чувствовал себя виноватым все-таки перед искусством, сильно старался и помогать, и как-то эти картины выручать, что такое впечатление, что он правда переживал свое предательство, что ли. А я здесь хочу на портрете Максима Горького еще раз подчеркнуть, насколько же соцреализм романтичен. Обратите внимание на это море, такой берег моря, да, с чайкой, с тучами, сгустившимися прямо вокруг лица Горького, да, как бы показывают нам, как человек сопоставляется с природой, как сопоставляется конкретная личность с какими-то состояниями природы, да, как одно отражается в другом, как оно все переливается этой красотой, и тут же это показано все в светотенях очень талантливо, и назвать это реализмом довольно сложно, конечно, потому что человек так не стоит на фоне моря, так в принципе люди не позируют, да, то есть здесь отдельно сделаны портреты и уже отдельно фон к нему, и это чистейшая воды романтизм. Да, да, да. Ну, таких особенных, особенных постреволюционных отечественных условиях. Ну, на этом мы переходим совершенно другое место, другое время. и максимально другое. И максимально другую, наверное, эстетику. От максимально горького автора мы переходим в максимально иную эстетику. А, например, сказать про Бродского что-нибудь о названии, я вообще ума не приложу даже, чтобы про него сказать, понимаешь? Ажур... Слушай, ну, у нас будет очень много просмотров, если мы скажем ажурный Бродский. Ажурный Бродский? Да, сразу винишко тяны все посыпят смотреть и разочарованно уйдут, а просмотры уже есть. Может, ажурный угодник? Бродский ажурный... Да, кстати, хорошо, мне нравится. Ну, да, пускай так. Цинично, но окей. Ну все. Ну все. Всем пока. До новых встреч. Следующий наш автор очень интересный и легендарный. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok